Посмотрим... Ух... Целитель даже есть... Так, а зачем мне задание? Тут вы мне прям собираетесь дать... Ну, давайте поговорим, в принципе, с деканом Брутеном. Ты, который пришел из Алистара. Я ждал больше, чтобы вы появились. Я Брутен. Деканес Брутен из праторийских. Для защиты? Зачем нам такой кротыш в качестве телохранителя? Я не сломаю тебе, Лонглэкс. Ты, что-то здесь, потому что кто-то хочет подниматься на тебя. Я даже не знаю, кто это. Но я могу сказать тебе одну вещь. Один знамен, который держит секреты в этой городе, не в порядке ничего хорошего. Лучше их поднимать before ты, или кто-то другой отстанет. Слышно, кажется, что я не единственный, который заметил твою прибыль. У меня есть линии здесь от других партнеров. Может быть, какие-то лидеры. Так... Тыканес Брутен. Это моя рамка между праторийских. И это, что делает тебя безопасно. Мои ордеры от Границы, это все, что я знаю. Ты спросил меня, только темплар есть такой, как ты появляешься. У хромовника, наверное, джерелы, таки полномочия по выделению домов, но прибывшим. Я не знаю, чтобы отстанет его. Так, зачем мне охрана, кстати, да? Хороший вопрос. А может быть, как раз хромовник Октиен за нами следит. Выслеживает. Ну, дайте мне письма тогда. Вот они. Поговорить с их авторами должен быть тебе правильным направлением. Я не ловлю тебе. Я не ловлю тебе. Я ловлю тебя здесь, помогаю тебе, так как я делаю. Но я не могу остановиться, чтобы кто-то, что знает, что у меня больше хорошего блага. Нужно что-нибудь, поговорим с моим Лу. Он был подстанет как твоя руководитель, когда ты лежишь в доме. Отлично. Как я знаю? Это была подстанка. Я просто проверил что-то, кто писал их. Ты знаешь, как читать, да? Это может быть полезным. Да. Хм. Круто. Так, ладно. В любом случае, конечно, домик это всегда хорошо, причем домик-то у нас большой. Целитель нам вроде бы не понадобится. Блин, дом просто огромный. Эээ, так, тут ничего нет. Но тут есть, правда, пинники. Так, как мне вот туда пробраться? Черт, подери. Вот сюда, наверное. Ага. Теперь в эту сторону. Не понял, это что, парикмахер, что ли? А, это... Почему ножницы? Используем с вами кровать. Ну, час, например. Сейчас поспим. Так, поспали. Так, 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 так. Тут что с вами? Блин, на ведре некие крестьяне, наверное, не знаю. Ну, чё. В них нужно переодеваться. Так. От слабой зелья регенерации здоровья. Ну, давайте, наверное... Так, поместить. Давайте, наверное, поместим. Десять. Десять. Вот это вот оставим. Слабое зелье лечения. Так много, наверное, не нужно нам. Наборы для ремонта, наверное, с собой все буду таскать. Так, 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 так. Хорошо. Тут что у нас ещё? О курицах. Ой, даже читать не буду. Ну, всё. Давайте теперь рассмотрим, значит, у нас в снаряжении в предметах добавлены вот эти вот записки. Итак. Похоронки у нас вот ещё есть. Письмо от Феррида. Давайте прочтём. Вы прибыли в Одессу, и это не может не радовать меня. Я Феррид Оуэт, руководитель лаборатории в Одессе. Я на грани значительного прорыва в моём исследовании. Тем не менее, потребуется ваше присутствие, чтобы завершить его. Я обязательно компенсирую ваши затраты и дам сверх того. Также я могу обеспечить вам доступ к разных частям города. Я буду ждать вас в лабораториях. Пожалуйста, приходите ко мне, как только появится возможность с уважением, Феррид. Да. Хорошо. Так. Похоронка неинтересная. Вот. Записки от Курдана. Надеюсь... А. Называется «Житель виллы Песчаник». Надеюсь, ты получишь это письмо в добром здравии. Меня зовут Курдан Пассан. Это главный нотариус Домус Политика. У меня есть вопросы, которые вам... Точнее, нам с вами необходимо обсудить. И считаю, что для вас это тоже будет полезно. Пожалуйста, посетите меня в Домус Политика при первой возможности. Искренне ваш Курдан. Так. Записки Дульстана. Прочесть. «Буря богов», «Размышления Дулстана». «После этого Лорд Иса в течение многих лет правил Далентари». Это, кстати, не то. Записка от Редла Мэйна. «Мой кабинет в гостеприимном квартале. Вы жаждете узнать, кто следит за вами?» Будьте там. Редл Мэйн. Ну и куда же мне сейчас идти тогда? Давайте посмотрим по заданиям тогда. Новичок в городе. Но только, наверное, по первой записке мы можем с вами пойти сейчас. Так. До меня дошли письма. Они от трех человек из Одессы. Каждый из них утверждает, что может помочь мне узнать больше о наблюдателях. Но в обмен на услугу. Мне нужно поговорить с одним из них. Ну, перечисляются дальше. Хорошо. Давайте попробуем с ними побеседовать. Поэтому нам нужно отсюда выходить уже побыстрее. И попытаться так же быстро их, вот этих вот отправителей, отыскать. Так. Три отправителя у нас уже отражаются на карте схеме. Не тут. Смотрите. Да, я не ошибался. Здесь очень-очень-очень много вот этих торговцев. Поэтому сейчас посетим их и узнаем. И посмотрим, какие же у них могут быть интересные предметы. Так. Привет, гном. А зачем мне подставку, да? Мне подставку для ног. Я, пожалуй, и без нее могу обойтись. Так. А с кем, с кем, с кем? Где торговец-то? Ты торговка? Дреадора Селя. Добрый день в сене Эмпориуме. Ща подери. Вот Магаз. Это алхимист, да, у нас получается? Ух, нифига себе. Сколько у него там всего. Так, а я вот хочу с главой купцов. Это у нас... Это у нас... Нет, мне нужно поговорить вот с этим карликом. Не тот, который за прилавком там. Орлетта Ронд. А, гостя Сан Стоунвилла. Если вы идете на книги, то... Нет, книги я не ищу. Том артефактов. Гномский детский стишок. Так. Ладно. История Астера. Почему же они такие дорогие книги? Ну ладно, даже выяснять не буду. Так. Здесь мы с вами можем создать кристальчики. Это круто. Сейчас попробуем с вами усиленные осколки. Так. Ну вот так вот. С ними разбираемся. Да? Круто же. Смотрите, сколько оскок. Средний по 8. Здорово. Так. Отсюда мы можем с вами уже, пожалуй, выходить. Ничего интересного нет. Какие-то мерулюбивые гномы, потому что... Неужели так сложно у них отыскать оружие? Так. Здесь кузница. Вот тут еще какой-то у нас гномус, который занимается... А, нет. Смотрите, это человек. Сарик Кэмпбелл. Я могу поместить, что всегда найдешь хорошие, которые нужны. Сарик Кэмпбелл. Сарик Кэмпелл. Хочу-хочу-хочу-хочу посмотреть. Так. Посох жжения кровожадности. Ммм... Нет. Кинжалы. Фу. Какое тут все... Слабенькое. Посмотрите на это. Шоссы ледяных помех. Все очень слабое. Пожалуйста, приезжай снова. Пожалуйста, приезжай снова. Ну ладно, пошли тогда по заданиям уже. Не ожидал, конечно, что тут так все плохо будет. Ну да ладно, ничего страшного. Итак, первый. Кому мы с вами зайдем? В лабораторию. Хорошо договорились, с кем беседовать. Благородный шест. Вот он, похоже. Вот этот гномик. Ферри Толуэд. Ох... Так, еще раз. Кто вы? Хе-хе-хе. Я не помню вашего имени. Интересно, а третий класс это самый высший, либо самый низший? Почему я... Долган. Ага. И как вы узнали, кто я? Хорошо, будем иметь ввиду. Хорошо, будем иметь ввиду. Ладно, поможем ему с экспериментом. А смогу ли я теперь к другим каким-нибудь заглянуть? Ребятам там тоже какие-нибудь задания повыполнять? Ну ладно, что поделаешь. Прикладная наука. Это задание мы с вами отметили. Пошли дальше тогда. Ну, в смысле, к шахтам. Где они тут находятся? А, по-моему, даже придется убраться из этого города. Так, я правильно иду? Ну, надеюсь, что да. А вот, похоже, прям как раз вход и в шахту, да? Шахты Одессы. Прямо на территории города. Здесь он говорит, что мы с вами можем что-то поэкспериментировать. С чем-то точнее. Так, тяжелая сложность. Да, сейчас кучу сейчас отмычек поломаем. Хотя нет, всего две потратили. Нормалек. Капюшон гнева. Неплох, неплох. Хорошая вещь. Так, и теперь побежали в лабораторию туда. Что-то тут дофигища. Ух, ё-моё. Мне биться, наверное, с этими надо быть троллями. С Брауни и Кобальда. Да. Как это будет происходить? Как будет происходить эксперимент? Вы не имеете в виду эксперименту. Я хочу, чтобы вы их боролись. Я опустил исследование, чтобы у них будет сложность. Среди седативы должны быть в виду. Теперь я пойду в мою обзорную обзорную, и тогда исследование можно начать. С этими разобрались. Остались у нас богорты. Сплэндит, сплэндит, как он там говорил, да? Так, ещё один богорт. А они паучины, кстати, попадают. Так, следующий у нас богорты. Так, стоп. Вот этого разбойника надо валить. Оу-е. Не получилось у него. Садить сразу несколько ударов. Так, и остался теперь вот этот тролль, да? Я так понимаю. Так, мимо. Ну, мы будем магию всаживать, естественно. Ух ты. Пощечину всадил. Нормально. Кровоточи, сучка. Оу-е. Не нравится тебе? Хе-хе-хе, кому понравится? Если, похоже, тебе, можно сказать, до свидания. Оу-е. Удары тысячи. Обалдеть. Если бы я знал, что он так задорого уйдёт. Я бы, наверное, даже использовал во змезде. Так, и остался теперь закончить эксперимент. Сейчас собираем трофейчики здесь. Так, тут ещё монеточки. Маловато, правда, будет. Так, 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 так. Обязательно мне к ней пройти? О, давайте побеседуем. Я думаю, ту сторону сможем в любой момент пройти. Ах! Отлично! Отлично! Это будет полезно мне исследовать. Я не могу ждать, чтобы начать эти результаты с моим ранее исследованием. Это все вместе. О, да, конечно. Господь сказал. Извините меня. Я был более подстрахован с некоторыми экстраполациями. О, да. Ты любишь Темплара Джориэл? Она была она, которая оркестрировала твои наблюдения. Ну вот, я как раз и говорил об этом чуть ранее. А кому же ещё надо тогда организовывать, в принципе, жилище для меня? А вот насчёт наблюдения. Немного ошибся в том плане, что не храмовник Октьен за нами следит. А, точнее, охрана. Я говорил о том, что охрана организована именно для защиты от другого храмовника. Так, где храмовник Джориэлла? Я говорю о Басилле Каностре, посчитывая исследовательского коллега. Джориэлла очень важна, даже между Темпларов. Она не часто делает публиканские появления. Я двигаю быстрее, если вы хотите поговорить с ней. Хочу-хочу-хочу-хочу. Так, теперь нужно поговорить... Подождите, а почему он у меня снова подсвечивается? Интересно. Я думал, что наш бизнес закончился. Так долго! Ой! Еще одна. Я не ожидал что-то. Быстричек. Так, скопкан. Ага. Вот этот мешочек. Что там спрятано? 162 золота. Было! Спрятано. И трофей еще нужно с этой крыски собрать. Пошли дальше. Ух ты ж, блеха-муха. Ладно, нормально присадили. Признаю, признаю. Так. Кобальды раз, кобальды два, кобальды три. Ты. Так. Сколько? Две тысячи смогу сейчас с них получить тут. Уверен. Давай, 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 давай. Отлично. Признаю, еще небольшой урочек здесь получили. Так. Этот готов. Вот этот вот. Поехали. Так. Б. Еще быстрееей! Стольничек. Отлично. Ну что, две тысячи получу? Ух, нифига себе. Три шестьсот. С такой совсем вроде бы и небольшой группы. Хм. Меня это порадовало, друзья. Потому что уже чуток остался нам до двадцать шестого уровня. Так. Здесь что мы можем? Обследовать оружейную стойку. Но в оружейной стойке, к сожалению, ничего нет. Так. Медвежий капкан обезвредить. Капкан обезвредил. Ну и теперь выбираемся с вами обратно. Слушайте, круто! Надо почаще использовать теперь режим возмездия. Потому что, видите, на слабых врагах даже вот... Ну, когда их много, правда, мы с вами можем нормально, неплохо заработать. И еще одна крыса. Даже несколько крыс тут у нас появилось. Ну, а тут сейчас будем как раз вот эту энергию с вами и выбирать. Так. Что-то подбили. Все, что ли? Ну да, похоже на то. Выбираемся. Там, правда, сзади... Сзади нас еще появились. Но возвращаться не будем. Снова мы с вами в Одессе. Так. Само задание. Теперь с храмовником Джерелой. Прошу прощения, а куда нам нужно сейчас пойти? Так. Здесь у нас храмовник. Не понял юмора. Тут Джерелой и тут Джерелой. Ну ладно, давайте пойдем попробуем сейчас... Так. Тут двери нет. Давайте сейчас попробуем направо сюда повернуть. Может быть, она находится именно в одной из этих локаций. Так. Ты Джерелой. Или с этим можно пока с Феридом побеседовать, о чем бы то ни было. Нет. Значит, храмовник Джерел у нас там левее находится. Странно. Так. Теперь нам сюда. Угу. Вот как раз дверочка. Такой смешной этот рыцарь-гном. Очень выглядит как-то неестественно. Так. Ты храмовник Джерела? Или кто ты вообще такой? Непонятно. Ну ладно, мы с вами отправляемся на ее поиски. Так. Так. Сюда наверх. Так. Думаю, что сейчас вот сюда. Ага. Ну вот, похоже, сейчас мы с вами ее здесь и отыщем. Вот она. Ты опять? После бизнеса Санстон-Вилла я думала, что мы были осуществлены. Я под наблюдением? Почему? Я под наблюдением? Почему? Это действительно не про меня? Да. Да и нет. Кого вы подозреваете? Это просто достаточно вопрос. Ответа, unfortunately, сложная. Я говорю с правительством Темплара. Это достаточно, чтобы сделать моих сомнений правильным, если нужно. Так что я должен остаться слегка, если я хочу узнать, что я нужна. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы помочь вам? Да. Чтобы говорить фрэнкли. Я предполагала, что это обсервация, чтобы проводилась с вашей осознанностью. Вы никогда не знали, что кто-то смотрит тебя. Это может сделать мою сомнение сомнительной. Это ужасно. Но как ты пришел сюда? Кто это вас в первый раз? Это вот большой секрет. А-а-а. Хе-хе-хе-хе. Брутон, телохранитель, которого вы наняли. Слушайте. Брутон? Я никогда не искал ни... Ох... Ох... Афина. Я был измениврирован. Кто-то искал Брутона, наверное, знал, что ты увидишь. И знает, что ты встречаешь с мной. Ты должен найти Брутона. Кто-то, которого он работает, они не могут иметь хорошие планы для тебя и меня. Ого. А зачем нам останавливать Брутона? Мы уже были. Я дала тебе Санстон-вилла, надеясь, что используя его, чтобы уничтожить Темпляров, которые были плотированы, чтобы тебя эксплуатировали в войну. Но в таком случае, моя сомнитель использует их агент Брутона, для меня через тебя. Они будут иметь обоих наших головах, если мы их не остановим. Я вижу. Скажем, что он предатель. Скажем, что он предатель. Скажем, что он предатель. Октиен – это Темпляр. Он в положении высокой правительности. И кто, я могу спросить, ты? Чтобы вы обрабатываете Октиен, без правильной конфессии, не только не значительно, но и противо всем нашим процедурам. И что теперь делать? А, вот как раз записи преступления Октиена. Скажем, что это было право, или даже уже предатель, это должно быть корраборировано с Октиеном. Это требует конфессии. Как он не здесь, чтобы представить его правила, я думаю, что никакой конфессии существует. Теперь, я сделала все, что я могу для тебя. Пожалуйста, не пробуй меня дальше с этим вопросом. Особенно с такими недоступными доказательствами. Да ты что? А кто же его тогда остановит? Значит, ему надо уговорить, чтобы он дал признание, я так понимаю. Ладно, понятно. Это здание, которое я предупреждала, чтобы держаться в полном, потому что, когда я нужна, как и сейчас. Сочинset. Спасибо за просмотр! Ух! Ух! По так italаму. Ух!